Всем привет! Это Андрей Галенкин, создатель проекта Структуристик. Сейчас я вам расскажу и покажу, какой крутейший бонус вас ждет в курсе Grasshopper для инженера. Итак, если вы пройдете весь курс, выполните все задания, то в самом конце вам откроется доступ к скачиванию файла алгоритма Grasshopper, который называется Structuristic Frame Generator. Вот так вот, не пафосно я его назвал. Что он такого классного умеет? Ну, давайте, во-первых, его откроем. Вот этот файл алгоритма Grasshopper. И выглядит он следующим образом. Я сейчас показываю, конечно, не весь файл, а вот только часть. Сейчас я вам покажу, что он умеет, а потом мы посмотрим на весь файл. Итак, умеет он делать очень простую, но очень полезную вещь. Он генерирует каркас одноэтажного промздания в ТЭКе. Как видите, вот это здание здесь, и делает он это очень быстро. Ну, давайте быстренько пройдемся по тому, как он это делает, и все-таки что умеет алгоритм более детально. Вот тут вот задаются исходные данные. Да, вот здесь вот в этом разделе алгоритма задаются исходные данные. Начинаем с общих параметров. Что здесь у нас? У нас есть тип, да, тип ригеля. Сейчас стоит балка. Ну, видим, у нас очень простенький такой каркасик. Скажете, да ну какая-то фигня, ерунда вообще неинтересная. Это алгоритм, таких очень полно. Сам могу такое написать. Ну, смотрите. Давайте сделаем каркасик посложнее. Смотрите, сделаем ферму. Переключаем, и у нас мгновенно в ТЭКе все перестраивается. Все связи выстраиваются и так далее. Что мы можем сделать дальше? Да, пожалуйста, можем изменить пролет. Раз, растягиваем. И наши фермы, и наше здание меняет пролет. У нас даже оси растянулись, смотрите. Вот, ну, понятно, что оси это фигня. Главное, что фермы все перестроились, связи перестроились. Вот, можем изменить шаг колонн, да, пожалуйста, увеличить его. Можем поменять количество пролетов. Оп, и у нас наш каркас раздвигается. Да, можем изменить высоту колонн. Повыше сделать наше здание. И можем менять уклон кровли. Пожалуйста, сколько угодно можем поставить. Можем такую суперуклонистую 30%. Либо стандартную 3% поставить, как обычно всегда делают. 3%. Пожалуйста. Дальше, что мы можем сделать? Да, можем выбрать тип фермы. Вот здесь у нас, видим, определяется тип фермы. Куча всяких вариантов. Тип решетки. Очень много всяких разных тип поясов. Параллельные или трапециевидные формы. Да, параллельные пояса или трапециевидная ферма. И для каждого случая у нас либо жесткое крепление, либо шарнир. Ну, давайте, допустим, вот такое выберем. Шарнирное крепление. Пожалуйста, у нас фермы поменялись. Чтобы было видно все-таки, как она выглядит получше. Что у нас с параллельными поясами. Изменим уклон и видим, что у нас ферма действительно с параллельными поясами. И вот такой вот V-образный тип решетки. Пожалуйста. Давайте повернем так, чтобы было лучше видно. Пожалуйста, меняем на другой тип решетки. Например, вот на такой раз все перестроилось. Меняем на ферму с параллельной трапециевидной формы. Пожалуйста. Меняем на шарнирную. Пожалуйста. Все меняется автоматически и очень быстро. Мы можем менять количество панелей ферм. Ферм. Пожалуйста. Тоже все это меняется. Вот так вот двигаем ползунок. Все меняется. Хорошо. Дальше. Дальше у нас тут прогоны. Вот здесь вот параметры прогонов. Главное количество от нуля, то есть вообще беспрогонное покрытие, до 20. Ну, вы, естественно, конечно, можете изменить диапазоны, как вам встретиться. Хоть тысячу миллионов сделать. Вот. Еще одна полезная здесь для прогонов вещь такая. Мелочь, как говорится, приятная. Можно задавать отступы краевых прогонов и коньковых. Вот смотрите, я здесь двигаю, и у меня прогоны все перемещаются. Да, потому что очень часто вот здесь вот приходится двигать их, делать отступ этих прогонов в краю, да, там для размещения лотков и так далее. В общем, это стандартная тема. И то же самое нужно делать с коньковыми прогонами, потому что у нас в коньке есть два прогона, они разнесены, в центре не может быть. То же самое мы здесь вот двигаем, задаем расстояние, и они все у нас перемещаются. Также здесь мы можем задать, пожалуйста, любые сечения наших элементов, колонн, балок, прогонов и ферм, да, поясов, раскосов и стоек. Вот так вот, просто, допустим, для прогонов мы нажимаем два раза. И из каталога ТЭКЛы, да, он у нас появляется. Из каталога ТЭКЛы выбираем. Ну, сейчас он стоит в Швеллер 20. Допустим, выберем трубы прямоугольного сечения. Прямоугольную трубу, допустим, 200 на 100 на 6. Нажмем ОК. И ОК. И у нас трубы мгновенно поменялись. Причем, смотрите, у нас прогоны, они сразу развернуты по скату, да, и когда мы будем менять уклон кровли, у нас все прогоны будут следовать за кровлей, и угол их наклона будет меняться. И то же самое со связями, со всеми, видим, они все развернуты. И распорки, и связи все по скату меняются. Ну, да ладно, что там дальше еще мы можем сделать? А мы можем сделать следующее. Дальше у нас идут связи по колоннам и связи по покрытию. Ну, сейчас у нас какие связи по колоннам? Вот такие вот простецкие крестовые. Но мы же можем выбрать вообще другой вариант. Пожалуйста, тут сколько типов? Вон аж сколько. Ну, крестовые неинтересно. Давайте вот такие вот портальные выберем. Пожалуйста. Портальная связь. Можем количество уровней связи сделать. Ну, понятно, что это выглядит глупо, да? Да, много уровней портальных связей. Портальных связей делают, когда там, да, дверь какая-то. Обычно это один уровень. Пожалуйста, один уровень портальных связей. И кроме того, что мы можем выбрать тип, да, мы можем выбрать, во-первых, где находятся эти связи. Выбрать, да, шаг, в каком они находятся. И можем изменить форму портальных связей. То есть вот эти положения, вот этих точек, вот этими ползунками, пожалуйста, можем менять. Так. Дальше. Связи по покрытию. Связи по покрытию. Это связи в уровне верхних поясов ферм. Либо когда ферм нет, да, это связи по балкам, да, в центре балок. Что мы можем здесь делать? Ну, опять же, выбрать тип связей, да, крестовые, одиночные галочки, да, в одну сторону, в другую. Можем поставить, нужны ли нам связи по торцам. Смотрите, я галочку снимаю, связи исчезают. Также, да, то же самое про связи в середине, в связевом блоке. Снимаю, они исчезают. Продольные связи не нужны. Галочку снимаю, они исчезают. Количество панелей связей, да, можем добить до, так, чтобы они попадали в узлы, ну, бились с узлами нашей фермы, да. Количество поменяем, да, так, чтобы связи были соответственные. Ну, и сечения, естественно, здесь все тоже задаются для связей распорок и самих вот крестовых диагональных связей. Ну, и в конце у нас что остается? Остаются связи по нижним поясам, да, вот они у нас. И то же самое, мы можем поменять тип связей, сказать, где они у нас находятся, по торцам, в середине. Продольные связи нужны или нет. Распорки можем также сказать, нужны ли в середине, да. В середине или по краям поясов тоже все это задается. И количество панелей тоже меняется вот здесь вот этим ползунком. Сечения задаются аналогично, как и для всего остального. Ну, и последнее у нас это связи между фермами. Вот эти вот птички, да, вот здесь вот. Можем также поменять много типов, да, в одну сторону, в другую крестовые. По торцам ферм, по торцам, точнее, здания или в местах связевого блока можем задать, нужны или нет. И также в пределах одной фермы, точнее, в пределах одного шага сказать, нужны ли они по краям ферм. И нужны ли в середине, да, вот здесь вот, видимо, они исчезают. Если мы галочку снимаем, они исчезают. То есть все-все-все настраивается. Вот такой вот гибкий инструмент. И когда мы все настроили, мы в любой момент можем что угодно поменять. Вот, допустим, я поднастроил, подумал, да ну нафиг, мне вот не нужны все-таки фермы, хочу балку. Раз, меняю, пожалуйста, вот балки обратно все вернулись. И также для балок вы можете спокойно менять, опять же, тип связей, да, в каком блоке они находятся. Можем менять связи по покрытию, где они нужны, нужны ли продольные и количество. Можем менять также прогоны. Все меняется мгновенно, ну достаточно быстро, не прям мгновенно, не за долей, не за миллисекунду. Чуть-чуть маленький лак есть в текле, но он незаметный практически. Вот. Ну, балки неинтересны, все-таки ферма поинтереснее, да. То есть все можно поменять на ферму, изменить обратно пролет, изменить шаг колонн, изменить количество шагов. И у вас ваш каркас просто за секунды готов. И вот здесь вот небольшая статистика даже дается для вашего каркаса. То есть отношение для пролета к высоте ригеля, да, чтобы вы понимали, как у вас оптимальная высота фермы, там, или балки. То есть находятся ли в диапазоне оптимальных значений, да, потому что все знают эти значения, какие должны быть. Вот. Также отношение пролета к высоте колонн, длина здания, перепад кровли, да, высчитываемый от уклона. И вес, общий вес каркаса, да, и расход стали. Ну, понятно, здесь параметры, да, под тем сечением, которые заданы, естественно, постоянно нужно менять, да, для того, чтобы оптимально получить значение. Но, по крайней мере, когда вы первое расприкидываете, да, у вас уже есть какое-то понимание о тех сечениях, которые будут для вашего каркаса. Да, ну, там, руками прикинули, задали параметры, и у вас будет примерно расход стали, но это всегда будет, конечно, больше, чем. Это будет верхняя граница, да, по ней вы можете ориентироваться, сколько у вас будет. Вот. В общем, видите, как у вас тотальная параметризация, то есть полностью параметрическая модель. Можете менять в любой момент все, что угодно, и все перестроится. Можете теперь такие каркасы просто клепать, как пирожки. И если вы такими штуками занимаетесь по работе, то понятно, что вы убыстрите эту работу в сотни раз, и у вас появится время заниматься чем-то другим, ну, или просто делать больше за то же самое время. В много раз больше, чем за то же самое время получать больше денег. Вот. Но это еще не все, на самом деле. Что здесь еще крутого? А то, что вот этот алгоритм, да, вы его скачиваете, он для вас полностью открыт, да, вот он, весь этот алгоритм, он полностью открыт. Это не черный ящик, да, все здесь отмечено цветами, вот, допустим, вот у нас ферма, вот это вот, исходные данные для них здесь задаются, а генерируется геометрия ферм вот здесь вот. Вот этот весь алгоритм, он открыт, вы можете на него посмотреть, как что генерируется. И вот, допустим, кусок алгоритма экспорта в ТЭКЛ для ферм, вот он все цветами отмечено, все сделано так, чтобы вам было удобно в нем ориентироваться. И самое крутое в том, что вы, пройдя курс «Гроссхоппер для инженера», сможете без каких-либо проблем, при необходимости что-то дописать под себя в этом алгоритме. Без проблем. Вы сможете сделать этот алгоритм еще круче, сделать его таким, каким вам нужно. Это, вот это сейчас, да, этот алгоритм только экспортирует в ТЭКЛ. А вы сможете дописать, например, экспорт в САП, в расчетную программу, в робот, в Лиру, САПР. То есть суть абсолютно не в том, что у вас будет этот алгоритм, когда вы пройдете курс. Суть в том, что пройдя курс «Гроссхоппер для инженера», вы сможете, во-первых, разобраться и редактировать этот алгоритм сами. А во-вторых, и это самое главное, вы сможете создавать подобные и более крутые алгоритмы тоже сами. Вот в чем самая главная ценность курса в навыках. А этот алгоритм – это просто приятный бонус для вас. Ну что же, я в очередной раз попытался показать вам, что «Гроссхоппер» – это для всех и для всего, а не только для архитекторов и сложной геометрии, как многие думают. «Гроссхоппер» откроет перед вами возможности, ограниченные лишь в вашем воображении. С помощью него вы сможете решать любые свои задачи. И в курсе «Гроссхоппер для инженера» я как раз и буду учить вас, как это делать. Надеюсь, я смог свести ваш уровень сомнений по поводу «Гроссхоппера» к нулю. И поэтому хочется сказать «До встречи на наших курсах». Это был Андрей Галенкин, создатель проекта «Структуристик». Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok